Добрый день. Мы завершаем визит российской межвежедомственной делегации в Ереван. По договоренности президента Путина и премьер-министра Пашиняна, этот визит включает в себя обзор всего спектра наших отношений. В составе делегации два вице-премьера, Новак и Аверчук, министр здравоохранения, руководитель Роспотребнадзора, руководитель российских железных дорог, представитель руководства Минфина. И параллельно с этой делегацией состоялись встречи с руководством Армении, министра обороны Сергея Шойгу и министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Изинича. Так что, как видите, по сферам приложения усилий тех ведомств, которые здесь представлены, мы действительно провели всеобъемлющие переговоры. Главное внимание уделили задачам, которые связаны с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческой операции, о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения. Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать. Армянские руководители, мы встречались также с президентом Армении, и он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни, и они полностью привержены тому, чтобы эта договоренность выполнялась и впредь. Высоко оценили работу российских миротворцев и высоко оценили указ президента России о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который уже приступает к работе. Говорили мы и о текущих двусторонних делах, в том числе о планах, как только закончатся ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, проведение очередной 20-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межрегионального форума регионов России и Армении и других мероприятий, в том числе по парламентской линии и по линии отдельных ведомств. Особое внимание было уделено международной поддержке, необходимости мобилизовать международную поддержку на содействие притворению в жизнь договоренности от 9 ноября. Здесь уже активно работает Международный комитет Красного Креста. Мы заинтересованы в том, чтобы соответствующую инициативу проявили и организации системы ООН, получили обращение на этот счет со стороны генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Есть аналогичное обращение от Верховного комиссара по делам беженцев, от представителей Всемирной продовольственной программы. Работаем также с Детским фондом ООН, с программой развития Организации Одненных Наций. И, безусловно, ЮНЕСКО. Я разговаривал вчера подробно с генеральным директором ЮНЕСКО, госпожой Азуле, о необходимости для этой организации все-таки более инициативно предложить свои услуги в соответствии с имеющимися конвенциями, в том, что касается сохранения культурного, цивилизационного, религиозного наследия на Горном Карабахе и вокруг него, что явилось бы очень важным вкладом в обеспечение межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе мира. Мы рассчитываем, что ЮНЕСКО будет здесь проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения касательно обеспечения сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и в Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали. Ну и в заключении, наверное, я упомяну о том, что армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Российской Федерацией. Мы рассматриваем наш визит как подтверждение уже выражавшейся не раз президентом Путиным поддержки усилий, которые в Армении предпринимаются для обеспеченной стабильности в обществе и как проявление нашей поддержки того курса, который армянское руководство, премьер-министр, президент проводит на отстаивание заявление от 9 ноября, которое позволило прекратить кровопролитие и перейти к процессам мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Спасибо за внимание. Мы должны уже вылетать. Спасибо.